В нашей стране очень много людей, увлекающихся религиозным туризмом. Они посещают православные святыни во многих странах мира, знакомятся с историей, традициями, узнают подробности современного существования храмов и монастырей. Когда люди приезжают в любое место, они ведь приезжают с каким-то смыслом. У каждого путешествия есть вершина, и эта вершина для православного человека – это литургия. Он может видеть все – и ясное солнце, и красную поляну, он видит хорошую природу. Но для православного человека и для верующего человека основное – это литургия. Смысловое значение – это поклонение святыне. О том, что в Сочи паломникам тоже есть что показать и о чем рассказать, они узнали из субботнего посещения курортной столицы. Побывали в старейшем хостинском храме преображения Господня. Помните поезд Престой Богородицы? Отец Ипрем возил по всей России. Это Водопецкий монастырь. Это икона от рады или утешения чудотворный образ, от него много исцелений. Вот он был приложен к чудотворному образу, и поэтому список с этого образа находится у нас. И уже есть исцеление от этого образа. Религиозный туризм – направление бурно развивающейся вышло из познавательного туризма, ведь россиянам свойственна любознательность. Даже находясь на отдыхе, люди стремятся узнать что-то новое о том месте, где они находятся. У нас очень много знают святынь и святые места за границей. Знают Иерусалим, знают святые места в Италии, в Греции. А у нас ведь очень много святых мест в России. И для того, чтобы развивать русское паломничество в России, для этого мы и собрали руководителей, чтобы они посмотрели, увидели и направляли сюда с паломников, чтобы могли и отдохнуть, и помолиться. Три дня паломники находились в нашем городе. Они побывали на Красной Поляне, посетили монастыри, посмотрели в Сочи современные храмы на улице Виноградной, святого равнопустынного князя Владимира и храм нерукотворного образа Христа Спасителя возле Олимпийского парка. А на семинаре в Хосинском храме все участники сошлись во мнении, что через Сочи может пройти паломнический маршрут, а далее по святым местам Абхазии и Грузии. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.